Здравствуйте, меня зовут Константин и я тренер компании Киберпионик Систематикс. В этом видео мы рассмотрим использование оператора Yield. Итак, оператор Yield это специальный оператор генерации блока итератора. То есть оператор Yield занимается тем, что он генерирует специальный класс, который выступает в роли итератора для нашей коллекции. Итак, у нас есть класс коллекция, который наследует от IEnumerable и в этом классе реализуется данный интерфейс с помощью метода GetEnumerator. Внутри метода GetEnumerator мы помещаем цикл for, в котором перечисляем все элементы нашего массива Array и возвращаем их с помощью оператора YieldReturn. Использование оператора Yield требует от нас того, чтобы мы использовали в качестве возвращаемого значения метода либо IEnumerator, либо IEnumerable, либо их generic вариант. В данном случае данный код будет переработан компилятором и здесь в этом же классе коллекция у нас появится вложенный класс, который будет называться Enumerator. И этот Enumerator будет включать в себя реализацию всех методов MoonNext, свойства Current, метода Reset и так дальше. То есть и с помощью вот этого уже автоматически сгенерированного объекта мы будем ходить по коллекции, созданной с помощью оператора YieldReturn. Таким образом, каждый вызов YieldReturn, он по факту добавляет новый элемент в коллекцию. И каждый раз ArrayEtee как бы становится новым элементом нашей коллекции. То есть по факту у нас будет коллекция сбитая из элементов нашего массива Array. Давайте посмотрим, как мы вызовем этот метод и как сможем перечислять эту коллекцию. Для этого нам всего лишь надо создать экземпляр класса Collection и выполнить цикл ForEach по этой коллекции. То есть цикл ForEach автоматически вызовет метод GetEnumerator. Этот GetEnumerator нам сформирует блок итератора, который будет перебирать все ArrayEtee, которые были сформированы на этапе компиляции. И вот здесь мы выведем все элементы нашей коллекции. Давайте запустимся и проверим. Да, действительно, в первой части нашего примера мы видим числа от 1 до 8. Это и есть элементы нашей коллекции. Теперь давайте посмотрим вторую часть. Оператор Yield также используется для создания так называемых генераторов. Что это такое? Методы генераторы это методы, генерирующие, может быть, конечные или может даже бесконечные последовательности определенных чисел. Это могут быть числа, сгенерированные как по какой-то формуле, или как в нашем случае мы просто выдаем какие-то случайные числа. Посмотрите на структуру этого генератора. Внутри мы создаем некий экземпляр класса Random и в цикле WhileTrue, то есть в бесконечном цикле, будем возвращать ArrayEx, то есть по факту случайные числа в диапазоне от 0 до Max. Для того, чтобы получить эти значения, мы используем следующий синтаксис. Циклом ForEach мы перечисляем все элементы, которые нам вернет метод генератор и в качестве Max значения передаем ему 100. То есть мы будем генерить случайные числа в диапазоне от 0 до 100. И потом вызываем LinkU функцию, которая называется Take. Она возьмет первые 10 результатов работы этого генератора. То есть, грубо говоря, у нас вызовется 10 раз первое вот этот цикл While и мы получим 10 случайных чисел. Их мы выведем на экран. Но если запустить, то мы видим, что действительно 10 чисел у нас выводятся в виде набора каких-то случайных значений. Поэтому оператор Yield в принципе очень широко используется в языке C Sharp и как для формирования коллекции, и для создания методов генераторов. Также его можно использовать для реализации всяких экзотических структур. Например, методов, которые имеют несколько точек входа, которые еще называют корутинами. Или, например, методов, которые как бы останавливаются в момент вызова Yield и могут продолжать свою работу с этого места при следующем вызове MoveNext. Ну, в любом случае, вы можете поэкспериментировать с этим оператором. Он очень интересный. И попробуйте посмотреть на эти коды, вскрепив их либо .NET Reflector, либо .Picker и посмотрите, каким образом вот этот Yield преобразуется во время компиляции. На этом данное видео подходит к концу. Спасибо за внимание. И до встречи в следующих видео.